Добрый день! Компания RedPower представляет небольшой тестовый обзор по возможности подключения цифрового ДВБТ-тюнера к магнитолам 18-й серии. Ну, это для... пока это в начальной стадии, это для обзора для тех, кто готов сам залезть в магнитолу, в общем-то, и поковыряться там. Значит, рассказываем в общих чертах. Первое, что нам надо сделать? Удалить с платы аналоговый тюнер. Просто так как вы его удалили, надо распаять соответствующие колокольчики для подключения внешнего тюнера. Это у нас идёт видеопровод и два сигнальных по звуку. Левый и правый канал. Врезаются они согласно схеме. Значит, первый контакт – это видео, второй контакт – это левый, и третий контакт – правый канал. Далее, нам нужна будет ещё четвёртая ножка. Это так называемый ИР – управляющий вход. Значит, ну, соответственным образом, земля. То есть мы на данный момент всё это на руках, на коленях, грубо говоря, в тестовом режиме подключения сделали. Далее, берём тюнер, подключаем стандартно колокольчики. И самый важный момент. Значит, управляющий ИР-датчик, приёмник. Надо найти, вскрыть провод, найти управляющий проводочек, он обычно идёт. Ну, уже здесь видно, земля плюс питания, там 3,3 вольта, и, соответственно, образом сигнальный. Вскрыть его и запараллелить его, завести на четвёртую ножку. Распайка перемычек, отдельная схема, она есть уже, будет выложена. Вот. Далее. Значит, показываем, что получается. Как видите, тюнер управляется с экрана. То есть идёт привязочка. Как видите, управляется всё. Также можно запустить поиск каналов. Мы сейчас не... То есть вот то, что, в общем, эмулируется целиком полностью, ваш пульт на экране. Он работает. Есть один нюанс. Единственное, что выключение и включение ТВ-тюнера приходится осуществлять с пульта по инфракрасному датчику. К сожалению, с тача данная функция не работает. То есть... Я думаю, что это особенность прошивки именно этого тюнера. При использовании другого тюнера вполне возможно, что функционал по запуску и включению будет работать. Вот на данный момент мы сейчас пробуем пульта. Включаем устройство. И, как видите, вот оно заработало. После его запуска уже, соответственным образом, начинает всё работать с панели. Как видите, поиск каналов или... Здесь из-за прошивки кнопочки андроидные накладываются на меню тюнера и иногда попадают вот две левые выходы и так далее. Но в целом, как видите, можно всё выбрать совершенно спокойно. Допустим, вот мы вас вам забираем. Перемещаемся стрелками до музыкальных файлов. Сейчас у нас подключена USB-флешечка. Как видите, все треки всё управляются. Единственное, что вот дожидаетесь, чтобы пропали андроидные кнопочки при нажатии на touch. Ну и, допустим, воспроизведение. Видите, всё работает. Ну, вот это пока в тестовом режиме. Для тех, кто любит. Мы проводим небольшие исследования и выкладываем всю полезную информацию. Таким образом, к данной модели магнитолы можно подключить практически любой внешний тюнер для управления с лицевой панели touch. Спасибо. До свидания.